Братья и сестры, мир вам и слава Богу за всё, как бы ни было трудно иногда произнести эти слова. Итак, я уверен, что мы наказываемся коллективно, россияне тоже перепуганные, не знаю, что происходит, за своё пренебрежение Божьим Словом, за невнимательность к молитве, за нежелание знать закон Господень, который есть светильник ногам моим и свет стезям моим. Поэтому мы восполняем, как можем, этот дефицит, и сегодня опять перед нами священное Писание, которое никуда не исчезнет. Небо и земля придут, а, слава Божия, никуда не уйдут. И мы с вами читаем Еремею. Я вам настоятельнейшим образом рекомендую его читать, это гораздо лучше всяких пабликов, потому что он описывает процессы мира сегодняшние, как утренняя газета. И он говорит, в данном случае это шестая глава, от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря мир, мир, а мира нет. Вот. Это уместно обратить к тем, кто заделался голубем мира. Во-первых, неуместно. Во-вторых, преступно. По нравственному закону. Во-третьих, просто гнило. Ну, первое, это как бы неуместно, просто не вовремя. Надо раньше это все делать. Вы что, смеетесь, что ли? Надо было, вот когда профсоюзы сожгли в Одессе, вот тогда надо было кричать, как бы и шуметь. Или там в первый раз узнавшие о том, что на Донбассе просто убивают людей. И пытают людей, кстати. Разве можно еще иногда попасть в такие подвалы, что о пули просто молиться будешь. Но о ней никто не кричал, как бы. А теперь вдруг мир, мир, говорят. Мир, мы за мир. Да вы не за мир, вы прелюбодейный мир хотите. Это не мир. Это хуже войны, тот мир, который вы хотите. Это мир Вани Урганта, значит, такой бесконечного на Первом канале, там, или на каком-то там канале, значит, там, хихикает над всем подряд. Это мир комедий-клаба, значит, это мир полетов на закупки в Милан. Это мир блуда и бессовестных шуток. Это гнусность, а не мир. Настоящий мир – это мир от Бога, а не то, что вы хотите. И если уже произошло что-нибудь, например, даже в коммунальном хозяйстве, если лопнула труба под асфальтом, не нужно плясать возле нее, чтобы она там зарослась там под землей сама. Не нужно ей стихи читать. Не нужно говорить, мы хотим труба, чтобы ты работала, как вчера. Нет, наступает работа серьезных мужиков, а не метросексуалов, которые вскроют асфальт, начнут грязную работу свою, значит, залезут туда в грязь, выкопают ее, начнут ремонтировать то, что прорвалось. И потом эта грязная работа закончится, опять все засыпется, закроется, как бы. И зря вы читали стихи, потому что стихами эти дела не решаются. И зря вы плясали над этой трубой, потому что эту трубу, прорвавшуюся, залечат люди, умеющие делать грязную работу. Они не хуже вас, они лучше вас, просто они не стесняются делать полезные дела, которые требуют замарания рук. Вот надо вот прямо в землю залезть, как бы, значит, вообще любая серьезная работа, она иногда под ногтями чернозем, сразу видно агроном. Но с агрономом можно в разведку ходить, а не, значит, не с этими голубями мира. Так что вот врачуют раны народа моего легкомысленно. Говорят, мир, мир, поздно, говорите, читайте Писание, а мира нет. Еремия говорит, что грехи могут людские быть такими, среди которых он перечисляет там и легкомыслие священников, между прочим. Оно здесь названо, среди главных грехов, легкомыслие священников. Грехов может быть так много, что, говорит, если бы жили в эти дни Ной, Даниил и Иов, Ной, спасший люди в потопе человечества для будущего размножения, Даниил, которого львы не трогали, и Иов, который вообще образ, прообраз Христа в Ветхом Завете, то даже они бы не спасли никого своими молитвами, даже детей своих не спасли бы, а только свои души. Такими бывают человеческие грехи. Поэтому берите в руки Библию, пока не поздно, особенно наш брат должен этим заниматься постоянно. И вот там, где написано «Мир, мира, мира нет», это шестая глава Еремии. «Берите и читайте», говорит, «бери, читай», Толя Леги. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» «Нет, нисколько не стыдятся, и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Это не отец Андрей говорит, это говорит Господь. Люди, которые не стыдятся делать мерзости и не краснеют, когда совершают грехи, находятся в зоне риска, потому что они упадут первыми. Поэтому стыд совести и страх перед Богом надёжно ищет в любой беде. Вот это надёжно ищет в любой беде. Поэтому кто чистую совесть имеет, радуйтесь, не коснётся вас беда. У кого совестью проблемы, каетесь, потому что время близко. Да всем нам нужно каяться, если честно. Но Писание – это свет ногам моим и светильник стезям моим. Я предлагаю Еремею 6 и 7 главу.